Библейский портал экзегет.ру представляет 36 глава второй книги Хроник или Паралипоменен Я читаю для библейского портала экзегет Перевод российского библейского общества Царь Иосия, пожалуй, самый лучший в описании хрониста Ну и царство в этом согласно с нашей книгой А самый лучший царь Иудеи умер И, к сожалению, погиб очень глупо на войне с египтянами Которую совершенно можно было избежать Что дальше? Тогда народ сделал царем в Иерусалиме вместо Иосии Его сына Иоахаза Интересно, что иногда говорится «народ сделал» То есть, наверное, были разные претенденты Наследование не было очевидным 23 лет от роду Иоахаз стал царем Три месяца цар стал в Иерусалиме Египетский царь лишил его престола в Иерусалиме А на иудейскую страну наложил дань 100 талантов серебра и талант золота Только что в предыдущей главе потерпели поражение от египтян Но теперь они, конечно, не отвяжутся Надо было договариваться сразу На престол Иудеи Иерусалима царь Египта возвел Илья Акима Брат Иоахаза и дал ему новое имя Иоаким А Иоахаза фараон Нехова вел в Египет И иудеи становятся вассальным государством Египта То есть, египтяне ставят царей, каких захотят Кого захотят, уводят с собой в виде заложников То есть, чтобы не восстали 25 лет было Иоакиму, когда он стал царем 11 лет царствовал он в Иерусалиме Его дела были ненавистны Господу А он уже, в общем-то, и не царь Он уже, в общем-то, так Наместник египтян Навуходоносор, царь Вавилона Пошел на него войной А Вавилон — это новая мировая держава Которая возвысилась Он заковал Иоакима в кандалы и увел в Вавилон Еще Навуходоносор внес в Вавилон Часть утвери храма Господа И поместил его в своем Вавилонском дворце Прочие одеяния Иоакима О том, какие мерзости он творил О том, что с ним произошло Записано в книге царя Израиля и Иудея Вероятный некий прототип того, что мы называем книгой царств Царем после него стал Иохония, его сын Да каким уже царем? Так занимает место во дворце В качестве такой вот промежуточной Маленькой страны между Вавилоном и Египтом Восьми лет от рода Иохония стал царем Три месяца и десять дней царствован в Иерусалиме Какая печальная история, да? Восемь лет мальчику и всего лишь три месяца он правит Его дела были ненавистны Господу Да, как-то странно, что же он так плохо себя вел Восьмилетний малыш Вряд ли, скорее, это уже такой штамп То есть уже все покатилось по наклонной То есть страна уже живет по языческим моделям И царь, он как бы отвечает за все это Но он уже не царь во всех смыслах Это уже просто какой-то мальчишечка на престоле Который вот занимает место Как последний император Рима, Ромул Августел, да? В начале следующего года Новоходоносор послал за ним Его угнали в Вавилон и унесли драгоценности Из храма Господа А в Вавилонии они уже распоряжаются как хотят Да? Уже не спрашивают Царем над Иудеей Иерусалимом Новоходоносор Поставил родственника Ихонии по имени Садыкия Соответственно, своего наместника Сначала там Египет распоряжается, теперь Вавилон 21 год был из Садыкии, когда он стал царем 11 лет царствован в Иерусалиме Уже вот эти формулы звучат странно Но так это описывается, вот стандартная формула Его дела были ненавистны Господу Он не смирился даже пред пророком Иеремии Через которого говорил Господь Опять-таки, Иеремия тот самый пророк От которого дошла большая книга И который уговаривал его принять волю в Вавилонин Не восставать против них Казалось бы, кто он такой, предатель Родины? Изменник, да? На врага работает Но он на самом деле говорит, что это наказание от Бога И не нужно противиться Богу Нужно принять это наказание И тогда все пройдет легче Он, то есть Садыкия, восстал против царя Новохадоносора Который взял с него клятву перед Богом Он упорствовал и упрямился, не желая обратиться к Господу, Богу Израиля То есть фактически он обманул Господа Хотя восстал против Вавилонского царя, против врага Но он же ему клялся И клятву надо исполнять Даже если человек, которому ты поклялся, ну совсем не тот рыцарь на белом коне Которому хотелось бы приносить клятву верности Точно так же все верховные священники и народ грешили Все больше и больше, подражая мерзостям прочих народов И оскверняя храм, который Господь осветил в Иерусалиме Господь, Бог их отцов, снова и снова обращался к ним через своих посланников Жалея свой народ и свою обитель Но они высмеивали божьих посланников Презирали его слова и издевались над его пророками Пока Божий гнев не обрушился на его народ И тогда не было уже спасения Вот это краткое резюме этой последней части Саги Паралипоменен или Хроник Уже весь народ и цари, которые во главе его Даже, наверное, не могут ничего изменить, но и не хотят И все катится по наклонной, пока не разбивается в дребезги На них пошел войной вавилонский царь И перебил их юношей в святом храме Он не жалел ни юноши, ни девы, ни седовласого старика Все было отдано в его руки В Вавилон была увезена вся утварь Божьего храма Большая и маленькая Все сокровища храма Господа и все сокровища царя и вельмож Тогда сожгли Божий храм Разрушили стену Иерусалима Сожгли все дворцы Уничтожили все, что было в них драгоценного А те, кто уцелел, увели в плен Вавилон Там они и их дети оставались рабами до тех пор Вот сейчас я остановлюсь Краткий итог Он описывает страшную трагедию Наш хронист скупыми словами Он не любит останавливаться на неприятностях Он гораздо более красочно, ярко описывает Празднование Пасхи при Языке или при Иосии Какие-то вот храмовые события А это все вот сухая такая информация Напали, разрушили, унесли, угнали в рабство Надо это сказать, но не хочется Вот он хочет описывать храм Но приходится говорить о разорении, о том, как храм разрушен И там они и их дети оставались рабами до тех пор Пока не вошло в силу Персидское царство Следующая великая держава В исполнении слова Господа, произнесенного пророком Иеремией Пока не насладилась земля субботним покоем Отдыхая в запустении своем Пока не прошло 70 лет Субботний покой, то есть Шесть дней делай свои дела Седьмой день суббота Господу Богу Твоему Это одна из заповедей, да Соответственно, земля тоже должна субботствовать Земля каждый седьмой год Должна оставаться под паром Должна отдыхать от сельского хозяйства Это не было исполнено Да уж про субботу-то тоже наверняка все забыли И вот 70 лет это покой, который накопился, да, у земли Эти неиспользованные года Как отпуск, да, там много лет человек не был в отпуску И у него очень длинный отпуск получается И все-таки это срок Все-таки это не окончательная катастрофа Это срок, в течение которого все можно исправить И все исправляется Книга завершается очень даже оптимистично В первый год правления Кира, царя Персидского В исполнении слов Господа, сказанных через Иеремию Снова и снова ссылки на Иеремию Господь поводил Кира, царя Персидского Провозгласить по всему царству и сдать письменный указ Так говорит Кир, царь Персидский Смотрите, говорит он, но по воле Господа Хотя он вовсе не единобожник Все царства земли отдал мне Господь, Бог Небесный И он повелел мне построить ему храм в Иерусалиме в Иудее Те, кто принадлежит к его народу Да пребудет с ним их Бог, пусть идут туда Собственно, как они туда пришли Об этом книге Ездры не имея рассказывают Они обычно в изданиях Библии Помещаются сразу после Но одновременно Все-таки здесь очень важный вывод То есть Господь не оставляет Своего народа Господь управляет историей Даже через языческих цари Навуходоносор, который карает Иерусалим, Кир, который Наоборот, его отстраивает И дает возможность иудеям Начать заново И, по сути дела, вот это не просто Такая точка в повествовании Это новое начало И книга «Хроник» в двух частях Первая и вторая про Липоменен или «Хроник» Мне кажется, это довольно логичное предположение Была создана как раз Для тех, кто возвращается Для тех, кто должен понять А как получилось, что все разрушено А как оно было устроено Что нам нужно восстановить Где-то это описание Конкретного распорядка Как был устроен храм Кто совершал богослужения Кто там пел Кто был привратником Но самое главное Это, конечно, смысловые вещи То есть для чего храм Как нужно отделить этот храм И поклонение единому Богу От жизни языческих народов Которые вас окружают Для чего вообще нужен Израиль Книги про Липоменен или «Хроник» Начинаются, собственно, с предыстории Израиля С истории всего человечества Как в истории всего человечества Есть Израиль Так в Израиле есть храм Для того, чтобы являть Слава Богу Для того, чтобы быть проводником Его воли на земле Собственно, об этом и Книга из двух частей «Хроник» Она же про Липоменен «Хроник» 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 «Хроник»